Микс Ньюс. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». В студии работает Константин Ранков. Вадим Родионов. И звукорежиссер Евгений Копеина. В гостах у нас сегодня российский, украинский театральный режиссер Роман... Григорьевич Виктюк. Да, Роман Григорьевич Виктюк. Да, вот мы вас пригласили по случаю того, что в Ригу вы привозите спектакль «Федра». Это спектакль по классическому тексту Марины Цветаевой. И феномен этого спектакля... Вот я читал о том, что, в общем-то, всё произведение «Федра», оно построено на неком принципе преступной любви и расплаты за эту преступную любовь. Вот для вас «Федра» и этот текст Цветаевой, он что символизирует? Нет. Потому что она гораздо выше всего этого. Она вообще считала себя, и я думаю, что это правда, первой поэтецей мира, которая слышала те сигналы, которые приходят из той над нами части мира, которая своей энергией руководит и направляет всё на земле. Она эту энергию слушала. Я дружил, смею так сказать, с её сестрой. В театре Вахтангова в Москве я ставил Анну Каренину, и всех детей Стивы играли внуки и правнуки Марины Цветаевой. И Анастасия всё время была в театре. И мне она тогда впервые рассказала, что ей тоже от неё пришла вот эта способность слышать то, что мы не слышим совершенно. Когда она приехала в Елабугу и искала могилу, или вернее место, куда похоронили, Марину, это был уголок совершенно никому не нужный. И сказали, вот в этой стороне. И она пришла с палкой. И этой палкой она стучала по земле, желая услышать отзывок от Марины. Услышала. И сказала, вот здесь. И в этом месте ей поставили крест. Это до того, когда она просилась просто в посудомойке, в писательский дом, потому что жить было не на что. И я привёз первый раз. Я ставил где-то 30 лет тому назад, когда вообще о ней не говорили в театре на Тарганке Юрия Петровича Любимова. Я поставил первый раз Федору. И первый раз в роли Федора была Алла Демидова. Это уникальное явление, тончайшее нервное создание. И вот с тех пор, как бы поэтический её театр, тот, который в актёре воспитывает умение слышать энергетические потоки. И энергетические потоки двигаются артистам. Это самое-самое интересное. И мы с Аллой измучились. Театр об этом забудут. Театр этим не занимается. И вот уже когда была труппа моего театра, я понял, что надо вернуться к этой теме. И к теме человеческого слияния с вечностью и умением быть в потоке вечности, это главное и в жизни, и на сцене в первую очередь. И вот сейчас мы привезли спектакль, в котором занято 25-26 молодых ребят, моих студентов и не студентов. И когда на телевидении мы с Аллой вели беседу, вот как с вами, и ведущий спросил, «А что теперь будет, Федор?» Я не знал. Я только знал, что нужно искать душу, которая может существовать вот в этом плане, о котором я говорил. И, конечно, в труппе был артист Дима Бодин, который со мной уже уже сколько лет, я уже, боюсь, двадцать чем-то, понимаете? Потому что тоже это показатели. Великая Наташа Макарова прилетела в Москву, искала режиссера, чтобы ее привезти в драматический театр. И в Ленинграде был хороший артист, который сказал, вот только он. Больше никого ты не будешь искать. Я ее не знал. Всю ее судьбу я знал. И в один прекрасный день мне говорят, вот завтра в Мариинке она будет один номер танцевать из Евгения Онегина. А у меня была группа, я снимал постоянно поэтический театр Романа Викюха. И, короче, я сказал, едем в Петербург. Мы все приехали. Я звоню директору. Я говорю, я буду сидеть в ложе, которая, вот если смотреть на сцену, с правой стороны. Он говорит, это все об ком. Там даже вопроса не может быть. Я говорю, я буду сидеть там. Он говорит, почему? Я говорю, я не знаю. Но я буду сидеть там. Я там сидел. А из этой ложи дверь прямо на сцену. Я не знал, что она мне понадобится. И вот Наташа танцует. И я понимаю, что меня никто туда не звал. А какая-то сила тащит просто. И я иду туда. Стою в кулисе. Она кланяется, выбегает, смотрит на меня и говорит, «Не уходите, не уходите!» Я думаю, о ком она говорит, что она с ума сошла. «Не уходите!» И она последний раз, зареванная, выбегает, падает и говорит, «Я жду вас!» Мы встретились, она говорит, вот мне сказал, называет кто? Я говорю, я его знаю, обожаю. Он сказал, «Только вы!» «Я хочу в драму!» Я говорю, «Завтра утром начинаем репетировать». Она не спрашивает, что. Я ей тут же говорю, есть пьеса, двое на качелях о балерине. Американка, я говорю, американка. Я говорю, ну, по-русски, по-русски. Она не видела маму семнадцать лет. И мы начали репетировать. Я ездил к ней в Нью-Йорк, в Сан-Франциско, в Лондон, мы в разных, в Москве репетировали. И вот мы к ней идем на вечер, который собрали в Москве артиста для того, чтобы ее поздравить. А мы репетируем. Двое на качелях. И разные театры показывали сатиру на моих служанок. И показывает гитец, четвертый курс. Вот если смотреть на сцену, слева вытянутая нога грандиозной формы. Она стучит и говорит, вот его нужно взять тебе в театр. Навсегда! Я говорю, зачем? Она говорит, ты не понимаешь. он должен быть с тобой всегда. Он еще на сцену не вышел. Он показывал этот номер, пародировал, он сейчас играет эту роль. И мы идем за кулисы. Я говорю, вот если он спросит, сколько денег вы дадите, если скажет главная роль в списке первая, вторая, третья, он не... Я его не видел. Он на меня смотрит, я говорю, завтра в 11 репетиция в театре мотосовета, зал такой-то. Он сказал, я буду. И он до сегодняшнего дня в театре. За это время он играет все. В нем вот эта способность есть. И я на телевидении Алла принимала передачу, в передачах участие. Мы с ней разговаривали. Прима балерина Большого театра Александрова замечательная была Федра. А он был Ипполит. И все это я снял. И пластический, и текст того. А Алла в это время на экране в телевизоре читала Цветаю. Сам текст Федр. Я об этом забыл. Ведущий этой программы уникальный человек тончайший вдруг мне звонит и говорит «Так репетирует Бозин Федору?» Я говорю «Нет». Он говорит «Как?» «Нет». с этой минуты он начал репетировать. Он видел Аллу только то «Нет, ребенком». Ну, вот и все. И чтобы воспитать двадцать чем-то человек в одном ощущении этого энергетического потока это почти невозможно. Я в это не верю и волнуюсь как мы на сцене сегодня театр, который я обожаю. Театр Дайл. Дайл обожаю. Мы там все время играем. Я знаю главного режиссера, директора. Мы с ними дружим. И мы там. Вот они уже поехали на площадку, хотя это родновато. Но у них тренаж, все происходит. Но это какая-то моя родная площадка. и это имеет значение. Вот хотелось бы как раз и спросить с вашим таким огромным опытом, имеет ли значение аудитория, город, где тот же самый спектакль будет? Да. И какое? и города есть такие? Это вот эта бацилла, которая переносится этой же энергией свыше по планете из города в город. Даже куда мы не приезжали, там есть общество, простите, Романа Висюка. Они собираются, пишут, присылают мне тексты, что они видели по телевидению, тысячи вопросов. И мы приезжаем как домой. Даже начальство разных городов и разных стран обожает. обожает. А тем более, что мы объездили где-то 30 чем-то стран в мире. 30 чем-то. И апофеоз уже был какая-то страна темных по цвету людей, темпераментов сумасшедших. И мы играли в служанке. Первый канал приехал туда, потому что мы вынуждены были играть в служанке три раза в день. Последний спектакль был в 12 ночи. Я кричал, они спать будут. На улице толпа, экраны показывают все, что на сцене они попросили. И в финале, когда идет финальный танцевальный апофеоз, они ворвались в зал. стали снимать с себя господи боже мой, цепи, кольца, бросать артистам под ноги. Я из-за кулистов кричал, оставьте мне хоть что-нибудь. Оставили? Нет, да я и не требовал. Понимаете, не знаю, что это. И когда я был председателем жюри самого лучшего, грандиозного в Европе фестиваля в Югославии, до этого мы там тоже играли служанки и опять сумасшествия. И мы играем этот спектакль 30 лет. То есть вы сами не разгонали еще до сих пор феномен успеха? То есть феномен успеха? Меня спрашивал в телевидении замечательный режиссер Марк Захаров. Так в чем секрет? Я ему сказал, Маркуша, если я об этом подумаю или стану искать ответ, то успех столь капризная вещь, он исчезает и прячется. и навсегда может исчезнуть. То есть получается, что дело в загадке, дело в какой-то тайне, в том числе и для вас сами. Потому что эта энергия, если ее придашь, порченный организм, который может предавать время тебя, время самое главное, то ты не замечаешь, как эта чернота, она так, как басыла, парализует все. Прежде всего талант. А тогда ухищрение. Что придумать, какой то песни, то танцы, то это, все. Но что мне сказал Юрий Петрович Любимов, великий человек перед смертью. Он сказал, три своих спектакля не разгаданы до сих пор. Ты можешь спать спокойно. Это еще тебя ждет впереди. И вот числе трех служат. Он говорит, их повторяли это, в школах играли дети, цены воровали, все, что хочешь. Но вот этот принцип общения ни друг с другом, ни подковыривания власти, ни намеки на систему и так далее, ничего не дает. Но вы чувствуете эту энергию? Как я не могу? Я вот сейчас на чем держусь? Вы что? Я испоем ночью. Какой вы вредный. ночью в поезде я знаю, что должны прийти по грани. Я знаю это все правильно. Я жду этого. И мне снится сон. Оркестр. Сидят музыканты. Я еще лица вижу. Латышские лица. Сто процентные. Пульт. дирижерские меня объявляют. Я выхожу, стою у пульта, вижу их глаза. Они ждут сигнала начинать. А я не знаю, что. Я должен играть. Я поднимаю руки. В это время стук в дверь пришли пограничники. Причем стук деликатный, такой, который предупреждает оркестр, что сейчас начнем. Я с радостью открываю дверь. И он не входит. Говорит, ой, здрасте, это вы. До свидания. Но он узнал. И сон дальше не продолжился. Хотел узнать, что я буду играть. Но в этот поток я попал и уже ступил на эту землю. Я это ощущаю. Вот уже в гостинице, то как эти ребята меня, где они меня могут знать. Откуда, хотя я тут у вас не вел курс четыре года, преподавал, ребята, выпустились и так далее, и так далее. Я много лет переезжал сюда. И все-таки спектакль имел успех обыдеть пья. В то время, когда было тяжело пробиться, почти невозможно. Но вот эта энергия со мной и сейчас, поэтому я боюсь, если вечером придет тот меньший процент, которые чувствуют поток оттуда и понимают, что там над землей, над всем есть та единственная точка, которая энергии движет и землю, и планеты, и все. И есть фантастическая теория, что поважок над землей бывает в определенное количество лет, когда есть точки на земле, когда творческое начало начинает вибрировать. Это был в России 1913 год, когда была высота подъема экономики, богатства и счастья. в это время эта вспышка, ее ошметки, финал, дали великих поэтов. Этого периода уже нет и неизвестно, когда это будет. Хармс, великий поэт, был охвачен этой вспышкой. обреуты. Это была невероятная высота. Я их ставлю, ставлю, ставлю все время. Я обожаю их. И та история с Хармсом, что он на улице Маяковского в комнате, где он жил, он ждал каждую ночь, что за ним придут, как Мандельштам пишет, а стульки этого дверного замка. И он собрал чемодан и поставил его под койку. Не прятал, поставил. И его забрали. Навсегда. И до сегодня неизвестно, где его место. Микс Ньюс. День в день, час в час, минута в минуту. радио болтком. Нет, он не он был. Степанова, парт организации, театр. Мы в эфире. Мы уже в эфире. И продолжаем. У нас просто за эфиром продолжился очень интересный разговор. Роман Виктюк у нас сегодня в гостях. В программе встретились, поговорили на радио болтком. В студии работают Константин Ранс. Вадим Родионов. и звукорежиссер Евгений Копеин. Сегодня в 7 часов на сцене театра Дайлы пройдет спектакль Федора. И вот Роман Григорьевич рассказывал об этом спектакле в первой части и билеты еще в продаже. То есть, если вы еще не успели их приобрести, то можете это сделать сегодня. Вот, я закончил на великом поэте Хармсе. Вот его неизвестно где похоронили до сегодняшнего дня. К Вознесенскому и к нему за месяц где-то до этого пришел великий художник Малевич автор Черного Квадрата. Снял обувь и в носках вошел встал на колени и сказал уничтожьте цивилизацию потому что то, что она сделает с человечеством допускать нельзя. Мне это не удалось. И он действительно черным квадратом все разгадывали метафизику философию все что угодно почему черный квадрат для него было просто живопись кончилась каждый может подойти кистью мазать сколько хочешь это финал искусства и он ушел в такую безумную даль ушел и Хармс и Воскресенский никто из поэтов тогда ни Ахматова ни Гумилев ни Мандельсан никто не знал о том что писали эти абориуты авторы реального искусства и был у них друг который во время блокады жуткий мороз на санках подъехал к дому Хармса на улице Майковского поднялся наверх открыл дверь и был убежден что там ничего нет взгляд его упал на кровать и он увидел тот чемодан не тронут там были все рукописи и он по одной на протяжении многих лет оттуда вынимал и печатал кто сохранил этот чемодан КГБ не могло отставить хоть что-то от них судят дальше всем событиям которые происходили и с ними категорически я уже не говорю про Ахматова и вот эту вспышку которая была определена свыше и до сих пор человечество человечество не награждается способностью к творчеству это я не выдумываю но это грустная правда вот вот поэтому я как Малевич кричу одумайтесь вот и ставлю вот сейчас мы выпустили автора который жил в том же веке в том же году Шекспиром Форд и он написал пьесу она у него называется как жаль что она была шлюха Англия считает что он драматург и поэт выше Шекспира и вот я доказал перевод и мы репетируем как сумасшедшие я готов прокричать вместе с англичанами да в мире был человек который так слышал на столько лет вперед это завещание как писать как любить чем заниматься должно искусство вот это мы в конце апреля должны выпустить но вот нет ли в этой истории элемента несправедливости потому что если мы говорим о Шекспире то опять же он широко очень широко известен а есть авторы которые выше Шекспира и они знают ну если не единицы то по крайней мере гораздо меньше ну я знаю да просто не настало время чтобы та энергия оттуда вытуч вы выискала энергию этого Форда нашла человечка куда эту энергию отправить нашла меня все то есть в известной мире это предопределение да все вы же прекрасно знаете Цветаева одна из тех кто все это знала и в это а не может поэт в это не верить Ахматова так жила ей же легко было все продать написать в защиту победы нет я знал в Москве дом не знаю до сих пор куда она приезжала где она останавливалась и о чем она думала ужас как выстоять как сохранить чистоту организма чтобы слышать и отвечать на те сигналы энергетические это не тексты не звуки вранье это энергия которая охватывает которая в тебе и тобой движет вот если спросить меня в чем должно быть в театре сейчас пытаться по-другому мыслить это не форма декорации это не количество танцев музыки юмора намека политических издевательств это все все это уходит и исчезнет а то как движет человеком на сцене его поведением это энергия вы сегодня вы придете вечером да посредите за этим там есть тройка ребят моих Неведров Иванович и Дима Бузин вы поймете как они в данную секунду транслируют энергию друг к другу и заканчивается спектакль когда поет это человек которого я любил и люблю Елена Образцова великая по энергии и по слышанию этой энергии за месяц до смерти у нас в театре был ремонт леса рабочие она должна была уезжать в Германию на лечение я к ней приехал и сказал Лена одевай белая может грим не делать я не могу без грима не спрашивай я еще ничего не сказал я не могу без грима я говорю можешь одевайся она приехала на площадку я уже договорился с телевидением стояли камеры я ей сказал на открытие театра ты должна спеть тот роман Скорб Тавайля о любви который ты пела у нас в спектакле она сказала да вот она приехала и от ее света рабочие не то что затихли все затихло она вышла из глубины я еще сказал текст и она начала она закончила романс и сказала мне слезы на лице я так никогда не пела она пела последний раз в жизни и на утро уехала в Германию все и в этом спектакле в финале поскольку на сцене нет декораций а есть только нарисован в стиле 20-го 20-х годов наш театр в Сокольниках это тоже великий архитектор это другая совершенно история великая и он великий и был уничтожен в 24-м году когда он первый раз вывез макет в Париж макет сожгли и он дал проект театра неважно и вот в финале спектакля поет Лена она ребят любила всех знала они ищут ее потому что знают что она есть среди нас слезы у них каждый раз и вот сейчас я говорю поверьте ее энергия сейчас во мне и так заканчивается спектакль спросите еще что-то вот если говорить об этой энергии и вы рассказывали я как раз думал о том насколько человек способен с ней совладать потому что если мы вспомним цветоч способен если вспомним это дано от рождения она не может нет 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 на нее не влияет хотя все сделано так чтобы на нее вливать вливая в нее гадость ее уничтожать до рождения человек знает все буквально все в утробе матери он напитан этой энергией и всегда важен первый крик или он положителен у ребенка или ребенок не хочет в этот мир и потом мы часто говорим ой я это уже знаю это слышал я это видел это было там и вот сейчас у этого форда в этом спектакле об этом все но ведь такой спектакль который действительно создан как пучок вот этой энергии он по большому счету ведь подпитывает энергии в том числе и тех зрителей а как же ну поверьте мне что да ну да это то чего нет в театре потому что мы сочувствуем тому юмору который со сцены когда подковыривают власть прежде всего а это чепуха и глупость ну посмеялись ушли и забыли все а это ведь вот вы же мне рассказывали перед началом вы были где-то на Камчатке где это было ой это на Сахалине было и мне рассказывали про люди которые видели ваших служанок вот я об этом вам и говорю все и я людей каких-то не знаю они сразу улыбаются так что ой это вы этот свет через лес моих родителей во мне к вам спрашиваю но вот у нас к сожалению время подходит к концу мы уже вынуждены заканчивать но вот как раз поскольку я уже упомянул время и вы упоминали в начале нашего эфира именно время вот время для вас это что время как явление как период вот как вы его видите это молитва все у каждого своя вы же хотели в интернет к людям постучаться вот вот как раз люди пишут о том что они настолько заслушались что у них даже нет вопросов и пишут они о том что мы просто слушаем и наслаждаемся тем что слышим так что вот интернет сообщество как не театр оно сейчас с нами вместе они слушают спасибо вам большое я поэтому и пришел поверьте хотя я все эти дни мы репетируем с утра до ночи с утра до ночи дай бог вам сил вашей бы молитвой да знаешь я перед выездом сюда встретился мы должны были с Татьяной Васильевной Дорониной она мой спектакль играет уже 30 лет старая актриса на роль жены Достоевского 30 лет пьеса Родзинского и она с последнего спектакля приготовила свою фотографию большую смотрит на меня Таня молодая Таня приехавшая из Ярославской области та которая потом с Ефремовым в фильме пела песню эти ее глаза этот ребенок большой ребенок и она говорит я не могла на тебя не посмотреть мне надо очиститься и мы сидели до ночи и просто любили друг друга это так редко бывает так было и с Юлием Петровичем любимым уходя он мне сказал нас с тобой двое потом выдержал паузу и сказал нет ты один я только набрал воздух он сказал ты один и умер я сегодня в 7 часов в театре Дайлас будет спектакль романа Виксюка Федора мы всех приглашаем на этот спектакль и вот я думаю что все таки та положительная энергия о которой мы сегодня говорили и о которой и которую можно будет почувствовать в театре Дайлас сегодня в 7 часов я думаю что вот как вы сказали что тут очищает может быть я в конце выйду обязательно ее услышу и вам отдам вместе с Леной Обрастовой и с ребятами обратно Роман Виксюк был в гостях в программе встретились поговорили эфир провели Константин Раф Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копеин спасибо вам Роман Григорьевич всего вам доброго до свидания и до встречи в театре до свидания до свидания